Илья, ну это что-то... Я не могу. Олег, почему вы постоянно тяжело вздыхаете и пыхтите? Как будто у вас неповерно тяжелая и несчастая жизнь. Как будто вам грустно и противно. Неинтересно говорить о том, о чем вы занимаетесь, такое количество видеороликов. О чем вы снимаете такое количество видеороликов. То есть об артиктуре. Дело всей вашей жизни. И вот слушай вас такого. Как-то не хочется вовлекаться, смотреть дальше, ожидать новых видео. Так как вы, к сожалению, не увлекаете манерой подачи, позитивом, чистотой звука. Ну за звук мы боремся постоянно. А, ну тут вас уже хвалят. Хотя картинка прекрасная, оперативная работа, ремонтаж на высоте и речи. Все эти жарковые совечки сортир, горшок, рукомойник и так далее. Слушайте, ребята, давайте без ханженства. Вот это вот, ну вот, как это вот, ну вот, жопа есть, а слова нет. Ну вот, ну все-таки, вот такая у нас манера речи. Почему ты не улыбаешься никогда в кадре? Или вы такие же, такая? А? Не, ну, это, это отзыв на фильм, который мы снимали, Ковид Хаос. Это я сидел один в офисе, понимаешь? Все сидели по домам. Ничего себе, вы откопали комментарии? Нет, это вот он месяц тому назад пришел, я отникел. Ну, грустно, когда время сидишь, как, приду, как в актере в офисе, скучно. И вот ты там только по скайпу общались. И потом мы все живые люди, в конце концов. Если печально, может, стоит нанять актера или диктора, который будет все озвучивать, и кто-то из ваших коллег пусть будет в кадре вместо вас. Мы это приобретаете. В кадре всегда я буду, пока жив. Конечно, у меня там целый театр, я могу придастся любого актера. И, в принципе, Марина Перелешина обещала поставить нам сценическую речь. Вот, что говорили все с ударением. Как вот потом... А потом нам скажут, кто мы там, на анекдоте, интервью у актера малого театра. И что вы и в жизни так говорите? Нет, ну что вы, конечно же, нет! Ну, мы говорим, как говорим. Мне нравится, идите на другие каналы, где вот так вот ручками делают, вот так вот. И всякую херню показывают, ребят. Если хотите что-то серьезное, интересное, смотрите у нас. Мы научим вас спроектировать, разговаривать. Смотрите, унылые наши... Унылые наши тексты. Нет, ну, в принципе, конструктивная критика вполне. Ну да, ну, извините, вапшашечки или поехать? Ну, хочется и то, и то. Ну, мы будем стараться очищать нашу речь от этих самых... От слов паразитов? Ну, какие у нас слова паразиты? Санузел, да, сортир, как еще? Вот, реклозет, еще как еще можно назвать? Вот, не знаю. Места унии. Да? Места, где можно подумать. Как еще назвать санузел? Или сортир? Толчок. Ну, как будет настроение, то мы и скажем. Честно вам скажу, вот... Ну, нечего сейчас радоваться. Дорогие друзья, пока в миноре. После всех ваших видео настроение ухудшается. Ну, не к нам претензий, ребят. Мы стараемся все вам рассказывать позитивно, интересно. И не хочется смотреть и ждать новые видео. Нужно бы трассировать дыхание жизни. Какое дыхание жизни? Вы говорите, что неправильно стараетесь улучшать качество видео. Так не сбавляйте оборотов и улучшайтесь. Чего и вам желаю. Вполне справедливое замечание. Я стараюсь, буду стараться не дышать. Не говорить. Не говорить. Попрошу Розу Хайрулину, он придет меня озвучивать. Но она говорит, еще тише, еще непонятнее. Улучшаем качество контента. И я считаю, обязательно в кадре. В мастерской должны быть блондинки. Вот. У нас есть Софья. И новый архитектор, дизайнер. Ирина Алексеева. Твой выход. Прошу любить и жаловать. Скоро мы будем снимать вместе с ней фильм. Оно улыбается. Оно позитивное. И больше радости будет в ваших фильмах. Расскажи мне о проекте, который ты сделал. Да. Не убиваешься, да? Хорошо. Значит, про проект могу сказать, что... Значит, слова-паразитые. Улыбайся. Все. Давай, да. Ему надо. Во-первых, тут совершенно классный участок на берегу реки. На высоком... На береге это Архангельск. Да. Да, Архангельск. Это Архангельск. Это участок на берегу реки в пригороде, в деревне. Около Архангельска. И там отличный вид на реку. Высокий берег. Прямой доступ к воде. То есть летом можно ходить купаться, ловить рыбу. Зимой, видимо, кататься на коньках. И, исходя из этого, мы уже там располагали участки дом. И также заказчик попросил сделать ему гараж для различного вида бытовой техники. Трактор, квадроцикл. А вот это вот все. Смотри, Юлия, я тебя перебью. Вот обязательно будут нас сейчас критиковать за то, что мы неправильно расположили дом, который мы всегда предлагаем ближе к дороге. Чем обусловлено такое расположение дома? Я знаю, почему так. Расположение дома обусловлено тем, что если бы мы посадили дом вот сюда, непосредственно к въезду, то мы бы никогда в жизни с этого места не увидели бы шикарный вид на реку. А заказчик покупал участок именно для того, чтобы... Ради вида из окна. И поэтому дом расположили вот так. Почему так? Потому что тут есть совершенно классные сосны. Вековые, не вековые, но такие приличные. Которые, конечно же, мы оставили. И вот, собственно, между ними, чтобы был этот вид. То есть, чтобы их не убирать и как бы расположение дома исходя из расположения деревьев на участке. Ну да, вот. Еще тут... Ну, будет это все чуть-чуть от снега. Да. Он на это пошел ради вот этой красоты. И это правильно. Да. Еще, чтобы это все было проще согласовать, тут есть небольшой нюанс. Это два участка. Вот этот и вот этот. И, естественно, чтобы это все дело согласовать, нельзя было, чтобы дом был расположен на границе. Поэтому все строения расположились все-таки на одном участке. То есть, исходили из этого. Гараж, навес на две машины. Тут еще у него было пожелание, чтобы было место для дизель-генератора на случай отключения. Ну, и вот хозблоки, там лопаты, ну, всякий садовый инвентарь, чтобы можно было положить. И там еще помещение для очистки воды. Вот здесь, да. Ну, и там будет рукомойник, чтобы там подносить руки. Вот сам дом одноэтажный. Наша типовая схема. Да, на семью из четырех человек. Это двух родителей и двух детей. Это кабинет, или? Это кабинет, да. Это детский, и он же и гостеволь, да? Да. И вот здесь зона бани. То есть, ну, такая маленькая помыточная и, собственно, парная здесь. Парная – это сауна будет? Да. Да, 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 да. То есть, с электротерапетической печью получается. Здесь по зонированию, в принципе, так все очень просто сделано. Вот это зона прихожая, общественная зона. Какая общая. Зона с двумя спальнями детей и вот эта зона родителей. То есть, ну, еще, конечно же, зона гостиной. Кухня, ниша. И кухня, да. Кухня, вот именно, что это кухня. То есть, не кухня-столовая, да, как мы иногда делаем. А это вот именно, чтобы приготовить. Здесь вот… В принципе, мы тут, мы можем ее всегда отсечь. Да. Поставить дверью. Окно слева, все нормально. В холодильник вошли. Обеденный стол. Когда вся семья собирается и бабушка, и дедушка. От камина он отказался, да? Да, от камина. Ну, на данном этапе, да. Но, в принципе, опция такая есть. То есть, вот здесь, что-то реально у нас планируется. Все это будет. Очень классно. Ну, единственное, что там, я бы сделал вот это. Мне не очень нравится. Все-таки, вот это вот, жить за шкафом, радости ноль. Вот я бы сделал все-таки, вот так и сделал вот это вот. И звукоизоляция будет лучше между детьми. Вот так и сделаю шкаф, и все. Вот. Здесь вот уже это, в принципе, кубочка. Вот где-то свет. Ну, посмотришь там. Я бы вот это вот. Я понимаю. Убрал все равно вот этот фронт. Вот он сюда. Да, это мальчик-мальчик, или девочка-девочка? Два мальчика. Два мальчика. Ну, вот и все. В принципе, если не погодки, они могли бы даже вот... Да, тут у них было бы хорошее игровое пространство. Эти перегородки всегда можно поставить, когда они подрастут. Все. Вот здесь вот один левша. Я говорю, правша, что ли? А? Ты это смотри, поставь внимательно. Ну, вот это я бы сейчас поменял, и все. А там все вполне. Даша обычная стандартная схема. Вошли, ботинки, кутки. Ну, где он в тени, да. Тут надо сразу где-то вместо битвы, где-то лопатку подставить. Или этот самый. Чистил бы механическую грузу, встал, завел ее и пошел к машине. Вот эта дорога, да. Ну, зато красивая точка, красивый вид из окна. Ну, вот, в принципе, достаточно компактный дом. И, опять же, изначально у него было желание дом в дереве. Вот, из Курбляка это... Его сразу отговорили не мы, это куриелый брус. Но и самое смешное, что в Архангельске, в Архангельске, там где, с одного слова, там уже запах дерева, вот архангельские мужики, которые рубили эти дома, нет производства топливного бруса, нет производства. Поэтому мы порекомендовали наших партнеров Петра Стиль, нашего друга Михаила, и сейчас мы сделали эскизный проект. Он сейчас делает рабочку и начинает уже... Кажет, да, они делают домокомплект. И они этот дом соберут, и, в принципе, это наши постоянные партнеры для этого региона, Питера, Архангельск, Питерозаводск. Ну, очень простая крыша. 15 градусов, пологая, снег будет лежать, по сути дела. Крыша фальцевая. Фальцевая, я здесь раскидал схему стропил. Разрез, колодный чердак. Ну, вот где гостиная, там такое полуторное раскидство. Ну, вот гараж. Да, есть для машин, техпомещения. Все продумано, все можно строить. Все посадки есть. Все, все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok